Ну что, ребят, всем привет! Поехал я к Татьяне Владимировне, позвонил, она мне сейчас, попросила помощи. Ну, сначала на Маринке она звонит, видимо, в шоке таком небольшом. Въехали в нее, получается, догнали. Сейчас я еду на место ДТП, ну я ей позвонил, она вся переживает, такая, это, говорит, человек предлагает деньги решить на месте, и мне, говорит, надо, получается, ехать в проверку завтра, и ему срочно ехать, но я так предполагаю, что, скорее всего, у него страховки просто нету. В этом и беда. Поэтому сейчас переговорим, что он предложит, то есть я посмотрю по факту, ну, примерно, сколько будет стоить ремонт, позвоню другу, который у меня держит кузовной центр, вы видео видели, проконсультируюсь у него, то есть понятно, что на какие-то внутренние повреждения там рассчитывать не придется, потому что в таких случаях, когда оба хотят на мировую, да, по деньгам, то после драки уже кулаками не машут, бесполезно уже потом машину разбирать, и что-то там смотреть. Ну, нет, понятно, что после ДТП, когда машину что-нибудь начнут, ее будут разбирать, но к виновнику ДТП ты уже ничего не придяешь, потому что ты сейчас на месте напишешь расписку, что ты никаких претензий не имеешь. Он напишет, что да, он как бы въехал, получается, на месте рассчитались, все, что не просто вы деньги с него выбили, а именно это его, как бы, добровольное желание, как бы, получается, ну, так сказать, до разбирательства рассчитаться на месте. Вот такая ситуация, так вот у меня начался день, утро, у нас, получается, 9.04. Можете написать, как у вас, если хотите. Вы такие у нас молодцы, знаете, вот прям под последним видео, предпоследним, потому что сегодня, ну, да, наверное, получается, я сегодня это видео и выложу. Столько всего положительного написано, прям спасибо вам огромное, спасибо, что вы нам помогаете продвигаться, пишите комментарии, лайкайте, этим видео делитесь, действительно очень приятно, спасибо вам огромное. Ну, сейчас на место приеду, покажу, что там. Это, ну, в течение дня, да, вот, в течение, 3-4 дней. Ну, смотри, напишешь неделю, чтобы тебе запасовало. Получается, вот, получается, въехал. Ну, вот тут полировка, в принципе, по кузову. Вот тут выходит полировка, тут бампер весь полностью целый. Нигде ничего не повело. Я посмотрел, внутри все разобрал. Лонжероны все целые. Ну, в принципе, он просто, как бы, толкнул ее, получается, и вот в этом месте вот шортнул. Полторы тысячи, как бы, он согласен. Все, сейчас он напишет расписку и разъезжаемся. Ну, что, ребят, с Татьяной Владимировной все решили вопрос. Сейчас приехал Ванка на СМСР. А он, когда ДСМСР, получается, по той стороне, а здесь поликлиника. Тоже знакомый человек позвонил, попросил помочь с одним вопросом. Поэтому сейчас быстренько зайду, помогу. И потом с вами снова. Ну, что, ребят, в принципе, все я решил. Все помог человеку. Сейчас сижу напротив кабинета, вот, Дима. Главврач. Вот. Там у меня человек просто. Я вам уже говорил, что я в не очереди никогда не лезу. Лучше подожду. Надо всегда выжить на относиться к другим. Даже если ты знаешь, что можешь выйти, это неправильно. Надо всегда быть именно, как бы, уважительный к людям, что ты хочешь, чтобы тебе относились так же, тогда справляйся с себя. Значит, что я хотел сказать этим видео. То есть, оно такое кратенькое. Я говорил с Моришкой, просто у меня не получается. Я сейчас встречи-настречу, получается, полдня езжу по делам. Встречи различные. И у меня не получается нормально сделать монтаж ролика про парикмахерскую. Сейчас, почему я в шапке хожу. Вот. И потому что там есть мат. Я хочу заранее цениться, что я этот ролик все-таки запилю. И там будет присутствовать нецензионная лексика. Поэтому, если вы не любите такое слушать, ну, не дай бог, как-то вам, не то, что вам может неприятно такое слушать, тогда лучше не смотрите. Потому что эмоции там переполняют. С этой парикмахерская... Кажется, все это вот так вот выплескивается. И поэтому я высказываюсь там так, как считал документ нужным. И сейчас мне не удастся запилить. Я потому что на телефоне это буду делать. Ну, вот. Сразу заранее. Приятного просмотра. Так. И еще такой кратенький был вопрос. У него постоянно задается. Пишут Марине, пишут мне. Живем мы на деньги Ютуба, либо же есть дополнительный заработок. Давайте я вам сразу честно один раз отвечу, чтобы мы больше к этому вопросу не возвращались. Если на один Ютуб жить, не проживешь. Сразу же, ребята, говорю. Соответственно, да. Как бы я работаю. Получается, у нас просто так вот... Сейчас, как сказать, даже переходит небольшой семейный бизнес. Целенаправленно. Марину я из банка забирал. Получается, чтобы работать вместе. Так сказать, чтобы она работала со мной. То есть, и соответственно, как-то стараемся. Понятно, каким-то причинам я не буду называть этот заработок. Почему? Потому что я противника номера был на машине показывать. Честно говорю. Потому что люди есть разные. Сейчас так получилось, что номера засветились. Ну, и фиг с ним. Как бы я не парюсь. Но. Насчет работы. То есть, люди есть добрые, есть люди злые. То есть, мы показываем свою величину, жизнь практически вообще как бы открыто себя ведем. То есть, мы не пытаемся как-то себя показать иначе, да. Но если показывать вам номер квартиры условно, да. Как бы там, прям дом проживания, там, где я работаю, там, то, что ты на себя там. Это может все как позитивно, так и негативно сыграть в свою такую... Как объяснить это правильно. Самую злую шутку. Потому что есть люди добрые, да. Как большинство наших подписчиков. Ну, есть небольшой процент люди, которые любят попакостить, навредить. То есть, как-нибудь что-нибудь такое сделать, чтобы человек пострадал. так как мой бизнес он все равно связан с многими крупными, скажем так, бизнесменами. Как объяснить это правильно? Попытаюсь подобрать слова, у меня еще головой не соображает, что вот так вот набегался уже. Ну, то есть, ну, вот такие моменты наверное лучше и не выносить. Вот. Также давайте за знание скажем, скажу, что сумму ежемесячного там дохода третий десятый я вам тоже объявлять не буду. То есть, я считаю, что как бы это нормально. Это какая-то все-таки частичка личной жизни у меня должна остаться. Ну, с муришкой. Вот. Но если вы хотите прям знать, сколько мы зарабатываем от YouTube, ну, вы можете написать. Там сумма в принципе небольшая. Я могу вам отдельный ролик выпилить, рассказать. примерно сказать, сколько крупных блогеров зарабатывают. То есть, в принципе, страшно, почему нет. Многие рассказывают блогеры, то есть, это как бы нескрытная, не секретная информация. Лично, сколько мы зарабатываем именно уже минуя там YouTube, я, конечно, рассказывать не буду. Но я, честно скажу, что мы платим налоги, то есть, это обязательно. Без этого никак. В черную никакой не работаем, потому что у нас в России черную работать очень опасно. У меня семья. сейчас ждем малыша, и мне вот проблем точно не нужны никакие. Хотя, когда фирмы держался, и еще когда с людьми большой штат у меня был, то есть, я всегда платил строго налоги, я никогда не старался связываться с никакими проблемами. И сейчас так же продолжаю платить всегда налоги. просто сейчас все развивается так, что не надо там огромный штат держать, чтобы зарабатывать хорошие деньги. То есть, все можно делать спокойно, как бы, сидя на одном концу мира, так сказать, как у меня друг Слава. Он все время отслеживает, смотрит, что у него в сервисе на центрах, что в магазине. Все удалено, через телефон. Ты видишь все операции, все, все через удаленку. То есть, в принципе, ты можешь контролировать весь процесс работы, склады и тому подобное. Все удаленно. Есть люди, которые могут ходить, все перепроверять, которые за это будут получать деньги. Но это все окупается. Поэтому, как-то так, наговорил кучу, потому что Гава вообще ничего не соображает, тебя не бегался с утра. День помощи у меня такой, когда он начал с утра. То есть, вот. Всем добра, всего хорошего. Пишите комментарии, лайки, ризлайки. То есть, ну, повторюсь, что такими лайками, перепостами, то, что вы рассказываете своим друзьям у нас, вы очень нам сильно помогаете, мы развиваемся. То есть, канал становится больше, интереснее. Я стараюсь еще больше вкладываться в развитие этого канала. Именно, как бы, придумать какие-нибудь интересные темы для вас. Такие, как вот стрижка и тому подобное. То есть, ну, и, соответственно, если вам понравится, пишите. Я снова схожу в кое-нибудь еще на парикмахерскую. Отдам себя, так сказать, под ножницы парикмахеров горе, блин. Как-то так. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok